итак друзья всем здравствуйте привет вам здоровый из думагетты сейчас мы находимся на косару рафолсе рядом он у меня за спиной вот вообще честно говоря это возмутительно никакие рамки это не лезет а все почему потому что столько времени мы здесь находимся еще ни разу не передали нашему одному хорошему не то что хорошим нашим близкому человеку зинаида григорьевна простите нас большой вам огромный привет вот такой вот и не знаю там видно в камере или нет и простите нас то что мы не передавали вам привет ну всем передавали а вам нет поэтому привет вам большой и хотелось чтобы мы с вами все-таки увиделись потому что в тот раз когда мы приехали были известные события и мы не могли к вам попасть так что извините и всего вам доброго также я хотел бы сказать если мы где-то во время наших съемок не говорим всем привет там или холла друзья или буэнос диэс это все ерунда вы понимаете что мы все равно желаем вам всем здоровья вот и здороваемся еще я хотел бы поздравить своих сестренок с днем рождения сожалению у меня не получается это сделать вовремя потому что в данный момент у нас происходит не такая хреновая вещь у нас заблочили карты сим ну и контакт у нас очень плохо работает потому что я не знаю что с ним творится он грузится очень долго я не могу поставить сообщение уже третий день вот третий день сообщений никак не послать у меня бывает так что я открываю вконтакте буквально несколько минут у меня хлоп пишет ошибка и все или вообще просто ошибку выдает поймите правильно не осуждайте нас за это вот сестренки мои любимые всем вам счастья здоровья в общем вагон и маленькую тележку маленькую тележку можете деткам отдать а вот вагон счастья весь вам и удачи скучаю по вас ну и я думаю мы скором времени напившись кофе пойдем как говорится поменяем локацию и уйдем куда-нибудь в лес расскажи про сим-карты подробнее что про сим-карты а ну если уж исходить из того кто прав кто виноват в этом скорее всего мы виноваты потому что мы считали что не пользуясь сим-картой мы все равно получаем можем переводить деньги со счета на счет тем более там стекова покупать валюту и выводить ее через биржу скажем так то на данный момент эта функция у нас пропала отключили нам только потому что мы не пользовались полгода этой симкой то есть они считают что мы не пользуемся потому что все проходило через интернет и поэтому нам рубанули данный момент дочка бегает питере у нее есть генеральная доверенность она этим делом занимается поэтому хочу вас предупредить ребята если вы будете где-нибудь за рубежом не забывайте пополнять счет потому что никакие пополнение звонить иногда там я не знаю симки тоже то есть надо надо создавать бурную деятельность так сказать эффект присутствия это знаете человека нету за столом да там разу картинки всякие ручки бумажки раскиданы я знаю чем говорю потому что я сам так делать создавал эффект присутствия то есть ты не загляни в кабинет где-то здесь а ты можешь быть совсем другом месте так и здесь не забывайте там посылать сообщения звонить изредка но чтобы у вас не было перерыва как у нас потому что мы перестали этим пользоваться где-то еще с африки поэтому вот полгода и нас алис сейчас не знаю что будет я вам потом сообщу как у нас все это прошло и так девчонки сестренки я тоже буду отмечать ваш день рождения правда немножко позже по понятным причинам вот взял вот эту штуку называется касава касава если мне память не изменяет это маниока давания поправки маниока маниока вот ну естественно кофе и ваня себе рис взял как он называется ванюх фото 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 плута и еще хотел бы вам показать вот сахар здесь какой хоть везде коричневый самый дешевый считается дешевле чем белый том же белый надо отбеливать а этот прямо из тростника выдавили высох он вот он так что девчонки за ваше здоровье не болейте будьте счастливы начали сказать в этом растении говорят что она это самое галлюциногенные да ты что да если галюненько поймаю это знаешь что это шапка ведьми на колпа похож похож на ведьмака не одноклона больше да вот сколько их там еще красивые да но делаем цветочки на вот эти не был синий первый раз такой бегоню это не бегоня вообще а может бегоня такая лист по бегоню лада пойдем по бегоню обвинят такая красота здесь классно классно я все говорил дома осталась чет посмотрите какая красота 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 где мой телефон в магазине пока что вы забыли как у меня без связи на целый год оставили экран целый год меняли на самсунге год уже год прошел меня нет телефона так а это у нас тут какой кокос какао какао бубы вот он такой потом он поменяется цвет на красный а потом на желтый она да видно вам вот это какого-то кого цель ваша видать был сильный дождь и сюда нанесло очень много ягод эти ягоды очень похожи на лумбой скорее всего-то есть очень много вот он есть сколько я пойдем посмотрим что там с речкой не и и и и и и и Да пошел ты, как я тут полезу-то? Я первый полезу, а второй. Я тебе говорил, давай пойдем к другой стороне. Какой другой стороне? Там скользко. А здесь нет? Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. всем привет я уже раньше всем привет ну мы вечно куда-нибудь залезем пока вниз спускались забыли то что хотели сказать потом ваня попрыгал водопад вообще последняя забыл все что оставалось поэтому это видео у нас не о чем то есть вы серьезно не воспринимайте не конспектируйте выкиньте ручку вместе с этим блокнотом куда вы собираетесь наши тезисы записывать просто поговорим короче у нас появился котенок я утром встаю мне надо было на участок ехать чтобы чистить там участок ну потом увидите для чего это все делается зачем смотрю чуть не наступил на котенка да он лежит там запрятался в тряпку думаю ну ничего себе на пороге да да ну да на пороге они у нас любят на пороге что сиджейка что котенок и говорит ты чё это тут делаешь что тебя звал сюда взял его это из тряпки забор короче и уехал приезжая а он уже дома и говорю здрасте морда сетя как зовут то ваня горько зовут сим сим почему сим сим потому что у меня сим у него сим то есть сим сим заблоченный даже фамилия у него есть сим сим заблоченный но приятный кошарик такой интересный но самое смешное то что к этому к шарику еще два приклеились но эти друзья кошачьего рода женского то есть это шикят и а у нас хитят поэтому хитят остается а шикят куда-нибудь уши уши вестят но мы по покормить чуть-чуть чтобы они подогревали а потом и не жалко там нам сегодня прибежал кот мелкий до вчера и мы решили его оставить я его хотел хотел сначала назвать ирину с 2022 да но потом так как у нас сим картами проблем получилось мы его решили назвать сим сим вот такой кот вонючий да воняет деле смотри он не может не выстивал нет он не может и разговаривать нежно ты добавляешь сапа не reactions бахо 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 дыши смо о бахо 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 smells лакировав Ох, как этот тигр сегодня рыбину ел, он пол головы рыбе съел, он теляпия такая, а он слопал, довольный, пузо круглое такое. А, вот по поводу рыбы, давай, многие пишут, что мы питаемся неправильно, питаемся очень плохо. Кто сказал? Вот, мы типа говядину у нас нет в рационе. Не, мы говядину в основном не едим по двум причинам, наверное, потому что она дорогая здесь, это 400 пилот. Это сколько, 400 пилот, это 6 долларов за килограмм, да, 6 долларов за килограмм. У меня чешется спина, она у меня сгорела, она у меня сгорела, хватит, спасибо. Вот, во-первых, да, 6 долларов за килограмм, во-вторых, ну здесь не так много говядины, это же острова все-таки. В основном синий, да. Да, и плюс еще она, ну жестковая, мне кажется, говядина. Я люблю, конечно, говядину, но, как на Филиппины приехал, мы особо и не едим. Здесь мы пользуемся тем, что есть, допустим, рыба, да. Рыба здесь изобилие и достаточно дешевую можно купить. Можно. Поэтому вот мы едим в основном рыбу и курицу, ну и свинину, вот по воскресеньям у нас свинина. Вот я себя тунеядцам считаю, потому что я тунца люблю. Не, не любишь тунца. Люблю. Любишь тунца? Он дорогой, гад. Не, если большой, да, средний он недорогой. Ну сколько средний? Нет, я хочу вот прям вот такой, вот так взять. Ух, мясо. Да, он тоже дорого будет, 400 или 600 тесно. Ну да то что лучше, тогда уже свинину лечь. Да, свинина дешевле. Как бы я не любил тунца, но, увы, пролетаю постоянно. Но мы редко покупаем тунца. Редко покупаем. Мы вчера теляпи купили. Да, кстати, ему маечка готовят, я говорю. А, вот ты мне скажи, что ты можешь сказать тем людям, которые считают, что мы питаемся очень плохо, что у нас скудное питание? Что ты можешь сказать? Нет, я могу сказать, ребят, вы, скорее всего, заблуждаетесь. Все дело совсем не так, обстоит так, как вы видите, то, что мы показываем. Если мы показываем, как мы рыбу готовим, то не означает, что мы едим только одну рыбу. Помимо рыбы есть курица. Помимо курицы есть еще свинина. Есть кальмары. Есть кальмары, кстати, да. То есть разнообразие питания у нас существует. Вы не думаете, что если мы борщ не едим, то все, труба, мы уже померли. Я могу вам сказать одну интересную вещь, да. Многие ребята, да, ребята, для меня все ребята, мои зрители любимые всегда пишут, вот вы сделаете там варенье сварить. Варил я варенье, варил, да, я его отдал, его никто есть не стал. Мы его выкинули потом, да. Да, я это делал с душой, я делал с манго. С имбирем тоже, по-моему. С имбирем, имбирь и манго вообще прелесть. Заходило только... Нет, это я ел. Ты ел, я ел. А наши филиппинцы, они не едят. Здесь нету такого понятия, там, допустим, замариновать грибы. Грибы здесь есть, ребята, точно есть, сам лично видел. Ты даже видел, как они светятся ночью. Вот прям всю грибницу видать, она светится. Вы станете есть те грибы, которые светятся, а? Я же это не рискнул бы, да. Я ни разу не видел ни одного человека, который ходил бы здесь под джунглям с корзинкой и занимался этой тихой охотой. Нет здесь такого. Поэтому, если вы считаете, что мы не едим грибы, мы едим грибы, потому что есть шиитаки. Их все едят. И мы тоже. Шиитаки. Ну, это китайские грибы, типа вешенки такая, хренотень. Их много здесь. Вот. Они даже на рынке продаются, сушеные висят, какие хотите. А, эти-то, да? Да. Нормальные грибы, шампиньоны есть резанные. Да, шампиньоны есть на грибе. Работает? Да, работает, просто все, кто меня оптимуски, все делают. Давай. Это у меня оператор такой беспокойный. И слава богу. Я бы сидел сейчас, трещал бы часа два-три, а потом бы получилось, что опа, минут 15 поговорил, у нас топ-рекординг. Все. А я тут бла-бла-бла-бла-бла-бла, думаю о том, что все работает. Вот. Я могу сказать, как бы немножко подводя итог, питание у нас разнообразное, никто не собирается здесь у нас делать какие-то заготовки по поводу там, даже квашеную капусту мы один раз попробовали, нормально делают, кстати, бабулечка моя любимая. Ну иди ко мне, солнышко. Да, сей. Как я люблю этих бабочек, прям вот сил нету. Давно мы, кстати, не ходили с тобой на речке купаться? Да мы никогда. Ты сейчас только что купался. Ты что сейчас делал там? Давно не ходили. Сколько не ходили? Ну да, с тобой точно. Мы раньше с батей постоянно ходили. Во-первых, потому что я немножко приболел, вы все об этом знаете, вы все меня жалели. Спасибо. Вот. Но сейчас я занимаюсь участком, я туда езжу, это на велосипеде туда ехать 21 километр, это я с утра туда, там поработаю траву повыдергиваю, что-нибудь еще сделаю и обратно 21 километр, я приезжаю, все болит. Не, ну ты себя лучше стал чувствовать намного, да? А чувствовать лучше стал, потому что все это кака, которая во мне была, она сейчас как-то вылетучивается. Не, я такой же говнюк и остался, это определенно по жизни, да, но вот то, что было во мне плохое, оно куда-то уходит. Вот. То есть, что я еще хотел сказать? И, кстати говоря, то, что вот вы правильно замечание даете, что у нас там бардак, там кругом грязно, ну навел я этот порядок, да, я там вычистил все, но я не получил такого удовлетворения, как бы сказать, да, такого, как я, например, на том же участке получаю, потому что я прекрасно знаю, я вычищу этот участок и мои, ну ты моя сладкая, о, знает кому желтая, и к желтому ты моя корошечка. Как я их обожаю. Вот. Я получаю удовольствие на участке. Как бы я там не вламывал, я знаю, что моя семья будет довольна. Приедет Майкина сестра, она увидит то, что я сделал, она такая говорит, о, папси. А почему мы дома не убираемся? Так очень просто все у нас. Мы в пятером живем, на сколько у нас квадратных метров в жилой площади? А, жилой там меньше даже. Сколько там? Ну, 2 по 9, 18 квадратов, максимум на пятерых поделить, сколько будет. Причем, если я поставлю шкаф, как вы правильно замечаете, да, вот шкаф убрал. Будет съеден шкаф, будет съедено все, что внутри шкафа. У нас даже окна, елы-палы, они с виду окна, вот так пальцем, тык, насквозь. Там пусто, там все, термиты съедает. И вот Майка у меня бывает, это еще живая, да, у нее дыры скидет. Вот у меня Майка была вот эта, как ее, инкассаторская, да, я ее привез сюда, я такой счастливый был. Она вся дырявая, как будто мне кто-то дробью хреначил, да, вот бекосинкой. Я ж кулик, а бах, кто-то по мне, да, вот она вся уделана. Не потому, что там, я что-то не так сделал, просто кушают эти термиты. Ну ты, ты эта бабочка, она, вот она, что к тебе-то лезет, а бабочки ко мне должны подхать, они к Ваньке все литнут, там досада. Вот, так что, ребят, вы, когда пишете, вы просто делаете скидку на Филиппины. То есть человек, который сюда приезжает через год, он начинает понимать, что одеваться ему, как-то, смысла нету там, бежать какой-то бутик, покупать дорогой, пошел, купил такую же, скажем, тряпку и носи ее, ты нафиг никому не нужен. У тебя башмаки порвались, ты нафиг никому не нужен. Вот здесь вот это, нету, ну нету этого, понимаете. Вы можете все рожье на себя нацепить, там, ходить тут на понтах, ну посмотрите, дурак что ли, там, да, или боет какой-то ее. Не, ну может есть у кого-то, но... Ну не выставляют на показ, приедьте в Финляндию, а далеко ходить не надо, да, вот Финляндия за бугром, я сам не видел, мне рассказывали. Они ходят такие чмошники, да, кто его знает, кто-то, кто он такой, да, бичара какой-то. Блин, ну когда он собирается с женой в театр куда-то, там, или на концерт, он одевается прилично, бабочка, там, пистенешки, там, золотишко, все, люди не понтят. Вот если у них положено вот так идти в свет выходить, он такой пойдет, а так ему и удобно ходить в рваных джинсах, он и будет ходить, ему безразлично, у них нет этих понтов. Вы сами подумайте, перед кем понтить. Ты взял, блин, кредит, вот мы, да не походить надо, мы взяли кредит с вами, для чего? Не для того, чтобы новый айфон или там ролик себе купить, мы взяли для того, чтобы улететь и вернуться домой. Мы же деньги не прокакали все, да, сразу в той же Африке. Мы эти деньги копили, мы копили деньги, мы с этих денег, ладно, не буду говорить, да, и мы прилетели сюда. Для чего мы брали? А вы берете, не все, берете для чего? Купить машину, потому что это престижно, а не хочу Мазу, куплю Тойоту, да какая разница, купи ты, блин, Жигуль, езди на нем, лишь бы тарахтелось и не ломалось постоянно, хотя Жигуль он постоянно ломает, а Нива тем более, я по собственному опыту знаю, его можно каждый день ремонтировать, каждый день поездил, знаешь, что это такое. Поэтому понты ни к чему, вот человек, который сюда приедет, он это поймет, через год он забудет, что такой панты, да, что я еще хотел сказать, у меня понесло опять, посмотри, что там творится, ну вот погляди, ну садись сюда еще по тренгену. Давай, может, пойдем вот там уже поглаждаем, потому что я сейчас дождь пойдет. Да, ребята, мы сейчас пойдем поменяем локацию, потому что как Винни-Пух бегает, а как ты должен собирать, как ты должен собирать, давай снимаем, пошли дальше. Решили купить этот самый, не серп, как он, в Мачете Мальнице. Ну что думаешь? Да, все-таки дождь пошел, мы приехали домой, дождались, пока он закончится, вон видно, как траву помяло. На, сейчас пойдем доснимем то, что хотели снять. Ну вот мы поменяли локацию, потому что нас дождик-то выгнал. Я уже забыл, о чем я говорил, ну я не Байден, поэтому вспомню. Я говорил о том, что у нас бардак дома, вот. А все потому, что у нас пятеро, потому что шкафик нам не поставить. Какие-то полочки лепить можно получить по ушам от хозяйки. Вот. Единственное, что она не против, когда мы красим сами стены. Ну мы поначалу красили, потом перестали, мы фигней там страдали, хотели клумбочку сделать. Я сделал клумбу красиво, там натаскали камни, посадили что-то, я уже не помню. Да, и в результате там сейчас просто бетоном залито и все. Вот, поэтому если вы считаете, что мы раздолбая и не хотим ничего делать, то вы ошибаетесь. Правильно считаете. Да, мы просто понимаем, что это все бесполезно. Ты хоть что делай, ничего не будет. Вот, потому что земля не наша, земля хозяйки. Вот, поэтому, увы, и хотел бы, но не получится. Вот пока не будет своего участка, там делать нифига. Люди все говорят, что-то нам делать, да, вы понимаете правильно. Мы не отказываемся ни от чего, мы такие же, как вы, мы русские. Но мы находимся здесь на положении туристов. Вы часто видели, допустим, на отдыхе в Анталии, чтобы кто-то что-то там делал. Да, вот пришел там тупо что-то, клумбы там разбивал, да. Вот ему скучно жить, и он разбивает клумбы. Я думаю, ему эти же турки нос бы разбили за то, что он там что-то делает. Ты приехал отдыхать, вот отдыхай. Здесь такое же понятие у всех. Если ты приехал, значит, ты приехал с деньгами, нифига тебе и соваться на какую-то работу. Потому что самим местным тут работу трудно найти. У нас вон родственник сидит дома, ему говорят, иди охранник, извините, охранником работай, да. А он говорит, там платят мало. Ну вот, и чего, он ездит там, занимается извозом. Сиджейка там, на Сиджейку тоже наехали, что он там делает, он у вас там разгильдяй. Хороший пацан, между прочим. Очень хороший. Во-первых, он торгует вейпами, у него типа своего магазинчика я не один, он еще их там распространяет где-то. Во-вторых, у него во владении, в собственности трайсикл. То есть человек работает на него, ему деньги платят за это. Ну, арендует. Ну, иногда. Потому что тот же родственник, да. Тот же родственник. Поэтому я прекрасно понимаю, если ты будешь что-то делать с родственником, можешь сказать, что и ты ему даришь. Потому что он твой. И как ты с него будешь деньги просить. Вот. Вот. По поводу медицины, кстати говоря. Вы пишите, вот приезжай. Мне лично писали, да, что приезжай в Россию, мы тебе там все сделаем. Я не сомневаюсь, ребята. Точно не сомневаюсь. И иногда даже думаю, вот поехал бы я в Россию, мне там все быстренько сделали, посмотрели, обсмотрели. Да ничего подобного. Все, все познается в сравнении. Если, например, у меня Иван 8 таблеток жрал. 8, да? Да, по 8 в день. По 8 в день. То здесь ему назначили совершенно другое лечение. Совершенно другое. Он сначала пил сколько там? 2-3. 3 таблектовые в неделю. 3 в неделю. Все пошло. И доктор сказал, если у тебя будет легче, ты прекращай это говно пить, потому что оно тебя убивает. Сам доктор сказал. Где вы слышали в России, чтобы вам доктор сказал? Он так не говорил, это батя же придумал. Он сказал, что тебе надо прийти и еще раз, что если тебе будет нормально, он уже болит. Он говорит, уберем эти таблетки. Вот, он придумал, придумал. Не придумал, потому что, что, я по себе сужил. Все время ржет. Я тоже. Вот, почему? Потому что, когда я пришел в больничку, да, ой, у тебя давление бешеное, вот тебе надо до самых последних дней будешь петь. Амприлан, эндап, все, пока не сдохнешь. Я бы сдох, если бы я это пил. Вот. Жаль, значит, позовем, вдруг я не пришел в ладу, будет смешно. Снять все включим. Да, 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 проверять. Посмотрели, когда батя психует, это очень интересно. Да, 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 это было смешно. Вот, поэтому я прекрасно понимаю, если тебя подсадили на таблетки, все, будешь пить, потому что, ну, это как Pfizer говорит, ждите еще новую волну ковида. Жижу надо куда-то сливать. Да, вот они и так и говорят. Если, допустим, всем понятно, что машина может ездить на воде, это невыгодно. Невыгодно, подъехал он к океану, насосал туда, на худой конец, а с ослиной мочью-то и никто это не отказывался, да, можешь и сам бензобак налить. С добавками будет. Ты о чем вообще говоришь? Да я говорю о том, что невыгодно. Что не будет? Это капитализм. Ну, ты как-то свернул, ты свернул. Да куда свернул? Я только с дороги могу. Нет, я хотел рассказать про свое, это самое, гузло. Короче, у батя был чирий на жопе вскочил. А я думал, он под мышцу потянул. Да, вот. И он, короче, сколько, 2-3 недели лежал дома, его растил. Помирал. Да, помирал. Потом я прихожу, смотрю, я его проверял, ходил, говорю, что у тебя что-то странное, красное. Вот. И в конце концов мы... Мы поехали к сестрам, к моим элиткам, да. Короче, приехали в больницу и там его разрезали, зашили и зашили хорошо. Не шили мне. Не зашил он тебе? Не зашивал, он специально так сделал. Он сделал так, что мне потом 2 недели пришлось сидеть, отмачивать это самое, да, какой-то хрень туда лил и сидел. Вот так было прикольно. Вот. Ну, все прошло, слава богу. Поэтому заплатили сколько он, 3 тысячи отдали, да. Это было 3 года назад. 3 года назад. Вот, считайте, уже 3 года прошло, по 1000 на год вообще ни о чем, да. Люди больше пропивают. Вот. Ване вон бороду шили, там 10 тысяч заплатили. И 8, да? 8, да. 8 тысяч заплатил. То есть, если вам, ну, по-любому, вы будете деньги платить. Хотите вы хорошую медицину в России, в нашей, да, любимой, блин, идите в платную клинику, сделайте то же самое, за те же самые деньги, сделать не хуже, чем здесь и не лучше, чем здесь. Я не знаю. Одинаково, все одинаково. Вот. Что я еще хотел? Да, бесплатной медицины здесь нет. Бесплатно только сыр мышелок. Да, я думаю, что нам стоит заканчивать на этом. Не стоит, нет. Ну, есть, не заканчивать, потому что там будет и так достаточно много материала. Мало материала. И я думаю, что лучше выпустить ролик через какое-то время, да, опять. Чтобы ты опять не все не сказал, а мы очень снимать будем. Я? Да, ты. Я всегда знаю, что снимать. Всем до скорого. Увидимся у нас на канале. Пока. Вы видели, да? Видели. До свидания. Все. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...